МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу телекомпании Город. Время говорить. Обзор событий дня от корреспондентов нашей службы новостей. Коротко о содержании сегодняшней информационной 10 минутки. Еще парочку. В микрорайоне Братиславский будут построены два детских сада. Вопрос решался на экстренном заседании Гордуны. Как снег на голову, городские власти повелели управляющим компаниям срочно очистить крыши домов от снега. Вождь навсегда в программе репортаж о съезде ЛДПР в Москве. А теперь обо всем подробнее. Детские сады в микрорайоне Братиславский все-таки будут строить. Более того, количество мест в них будет больше запланировано. С такими жизнеутверждающими известиями выступил на сегодняшнем экстренном заседании Гордуны Рязанский мэр Виталий Артемов. Деньги на это благое дело нашлись не только в местном бюджете. Средства пообещали федералы. Правда, чтобы их получить, надо срочно оформлять все необходимые документы. А то нас могут опередить. Надо сказать, что таковы условия центра. А посему и заседание Думы пришлось проводить в срочном порядке. С подробностями Глеб Галушкин. На внеочередном заседании Рязанской городской думы в повестке дня стоял лишь один вопрос. О переводе земли в районе микрорайона Братиславский в зону под строительство двух детских садов. Депутаты интересовались у чиновников муниципалитета, чем вызвана такая срочность их вызова в Большой зал. По словам мэра Рязани Виталия Артемова, сейчас появилась возможность получить из федерального бюджета дополнительные средства на строительство детских садов. Для этого до 5 апреля необходимо предоставить необходимые документы в Минстрой России. В итоге заседания депутаты единогласно проголосовали за перевод двух гектаров земли в зону под застройку. И вскоре, по мнению рязанских чиновников, на Братиславском откроются детсады почти для 400 ребятишек. Теперь к другим городским темам. Как известно, Синопсики обещают к выходным заметное потепление, что весьма опасно для горожан. Не то, чтобы голову от предчувствия тепла закружаться. Нет, все гораздо прозаичнее. Уникальный для сезона снег поползет с крыш. Все на те же наши весенне-радостные головы. Городские власти пообещали, что снег да сосульки с крыш домов будут убраны в два дня. По крайней мере, такой наказ был дан коммунальщикам и управляющим компаниям. Как всем нам помнится, строгих слов в адрес руководителей компании за зиму было сказано немало, а толку от этого получилось чуть. Более того, как известно, 1 марта на улице Есенина глыба и льда, упавшие с крыши дома, убило пенсионерку. Следствие по этому факту продолжается. О последних сосульках и о том, куда они упадут, в сюжете Оксаны Тебенихиной. Конец марта преподнес нам сюрприз в виде месячной нормы осадков. А ведь какую-то неделю назад мы, увидев сухой асфальт и почувствовав теплый ветерок, совсем было расслабились в ожидании весны. Для коммунальных служб и управляющих компаний снегопад тоже стал неприятным сюрпризом. Наверняка никто уже и не думал, что в середине весны придется лезть на крышу и сбрасывать снег. Ведь к тому моменту все уже растаяло. А вот и опять пора пришла. Управляющим компаниям и организациям обслуживающих квартирные дома поручено в первую очередь огородить опасные участки и освободить эти кругли от снежных наносов. Огородить территорию под крышей, где идут работы, не всегда является возможным, так как из-за наваленных на обочину сугробов людям попросту негде ходить. Вот и получается, идешь по скользкому тротуару и на крышу коситься не забывай. То есть, как в поговорке, один глаз в пол смотрит, второй в потолок. Хотелось бы призвать наших жителей, чтобы были внимательнее, смотрели на ограждения, которые должны быть около многоквартирных домов. И также на то, что там, где есть ограждения, значит, там ведутся работы. Неизвестно, успеют ли коммунальщики утилизировать кровельную наледь до того, как глыбы начнут падать на головы горожанам. Или же, как всегда, схватятся в последний момент, когда, возможно, уже будет поздно. Теперь о наших людях в столице Родины. На днях прошел 26-й съезд Либерально-демократической партии России. Сокол и Жириновского подводили итоги избирательных кампаний, вырабатывали задачи к единому дню голосования в этом году. Но главным вопросом повестки съезда стало переизбрание руководящих органов партии из московского комплекса «Крокус-Сити-Холл», где проходил съезд. Репортаж Глеба Галушкина. 26-й съезд Либерально-демократической партии России начался с политического доклада ее председателя Владимира Жириновского на тему «ЛДПР в современном мире». В нем лидер партии объяснял своим соратникам, причем на исторических примерах, ненужность революций и любых других социальных потрясений для российского государства. Нередко речь Владимира Вольфовича прерывалась бурными овациями. От ЛДПР это как раз чисто явление русской политической мысли. Мы в 17-м году были бы единственной единственной политической партии, которые бы не выступили против царя. Все депутаты Царской и Судяственной Думы и все партии против царя. Долой! Долой! Ну что получили? Ушел царь. Расстреляли царя. Что получили? Кромешный акт. Красный террор. Главный лозунг ЛДПР по словам Владимира Жириновского «Беречь людей». С этим призывом он обратился к собравшимся в зале делегатам съезда, прибывших из разных уголков страны. Наш призыв с высокой трибуны 26-го съезда ЛДПР это беречь каждого человека, беречь наши идеалы, беречь наших граждан, беречь наших депутатов, беречь народ наш, беречь нашу любимую родину, Россию! Да здравствует Россия! Да здравствует ЛДП! Да здравствует мир, спокойствие, просветание всех граждан Российской Федерации! По словам организаторов, нынешний 26-й съезд ЛДПР самый масштабный. Для избрания председателя партии прибыло почти 6 тысяч человек. Приехала в Москву и внушительная рязанская делегация в составе почти 300 человек. Председатель партии в очередной раз обозначил нашу основную идеологию партии. Во-первых, мы говорим о том, что партия ЛДПР является партией умеренно-центристским взглядом. Мы всегда в центре событий. Мы опираемся на широкий слой населения. Мы не отвергаем людей тех или иных социальных, религиозных побеждений, национальных. Мы говорим, что Россия – это наш общий дом. Российская Федерация – коренной народ наш и основополагающий русский народ. Поэтому мы всегда будем критиковать действия власти, но при этом не призывать к разрушению государства строя. В итоге на пост председателя партии еще на 4 года подавляющим большинством голосов делегатов вновь избран Владимир Жириновский. В своей заключительной речи он поблагодарил однопартийцев за поддержку и пообещал приложить все свои силы для укрепления и процветания ЛДПР. Ровно 52 года назад Конгресс Международного института театра установил Всемирный день театра. С тех пор театральные сообщества отмечают эту официальную дату. Отмечают, как и положено, творческим коллективам талантливо, ярко, с фантазией и новыми проектами. Сегодня свой театральный роман, то есть репортаж, сняла в Рязанском театре кукол Елена Роменкова. Валентина Павловна с внучкой Лерой приехали в Рязань из Москвы. На время школьных каникул составили культурную программу. В музей и на выставке пойдут потом. Сначала в Рязанский театр кукол. Театр кукол, конечно, прекрасный. И артисты хорошо играют. Ну, правда же, понравилось тебе, как артисты ты играешь? Вне времени и вне событий. Здесь всегда есть место чуду, искусству и волшебству. Рязанский театр кукол отмечает профессиональный праздник, как всегда, на сцене и в работе. А его актеры в прекрасном настроении и за любимым делом. Мы дома живем нормальной человеческой жизнью. Устаем, завтракаем, понимаем душ. Приезжаем в театр, тогда мы и Карабас, и Буратино, и все остальное. Потому что так с ума сойти можно, если все время думать, что я Карабас с утра. Карабас-Барабас, Пьеро и Буратино через много лет все те же. А вот сам театр изменился. Появились спецэффекты и новые технические возможности. И главное, не пропала зрительская любовь. И, наверное, это никогда не исчезнет, пока люди будут тянуться вот к этому очищению души, к раскрытию, когда им нужно, пока им нужны будут эти вот потребности, не знаю, поплакать, посмеяться, хорошо посмотреть хороший спектакль. Театр, думаю, будет жить всегда. Дети смотрят на сцену, а родители мечтают попасть за кулисы. Артисты шутят, мол, пора продавать билеты на спектакль изнутри, для тех, кому интересно тайна доброго и чарующего театрального искусства. Благо, такие есть и будут всегда. И последнее на сегодня. На сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры появилось сообщение, что на границе Московской и Рязанской областей украдены два километра железнодорожного полотна, то есть злоумышленники стащили пару тысяч метров рельсов. Тяжелое, в прямом смысле слово, преступление произошло на перегоне между станциями Сазонова и Пилева. Дело возбуждено по уголовной статье кражу в особо крупном размере. Происшествие не внесет изменений в маршруты поездов к тому, как разворовали запасные пути, но ведь это какой титанический труд нужен для того, чтобы тяжеленные рельсы растащить, погрузить и вывезти еще в такую погоду. Остается добавить, что сумма ущерба оценивается в 1 миллион 600 тысяч рублей, так что народ наш трудолюбив, что бы там про российский менталитет не говорили. На сегодня все, до встречи в четверг. Редактор субтитров А.Семкин